Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и сегодня мы с вами обсудим точность в игре World of Tanks. Я считаю, эта тема сейчас реально требует обсуждения, поскольку вот в песочнице они представили, скажем так, новую точность. И было очень много споров, то есть кто-то был за, кто-то против. Я попытаюсь, ребята, сегодня проанализировать, как вот изменение данной характеристики может повлиять на игру. Для начала напомню то, что точность в нашей с вами любимой игре уже менялась как минимум два раза на данный момент, причем кардинально. То есть когда-то она была одной в самом начале жизни игры, когда у нас, например, была такая вот интересная забавная фича, то что каждый пятый снаряд, 20% снарядов уходил в край круга сведения. Поскольку распределение там было какое-то хитрое, не совсем по Гауссу. И было так, что каждый пятый, по-моему, летит в центр и каждый пятый летит в край, а все остальное уже распределяется по всей площади. Потом они изменили данную фигню, то есть сделали так, что распределение стало как раз-таки по Гауссу. То есть чем ближе к центру, тем выше вероятность, да, что снаряд пойдет туда. Да, и тогда было довольно много войны, поначалу все радовались, а потом было много войны из-за того, что танки стали попадать вообще без сведения, да, там через всю карту на квасе едешь, пушку развернул, выстрелил, все полетело в центр. То есть, ну, как бы, наоборот, стало напрягать это. Потом было небольшое изменение, где они немножко ухудшили. Я вот это, честно говоря, смутно помню, но я помню, что немножко они говорили, что они сделали по косее, то есть чуть реже стали снаряды лететь в центр. И вот сейчас песочницы, они представляют новую схему распределения, еще раз на экране она, да, где отчетливо видно то, что они хотят сделать так, чтобы практически вообще рандомно снаряды разлетались, да. То есть, ну, видно, что в центре чуть-чуть погуще, но в основном, то есть, очень-очень часто снаряд улетает и где-то в середину круга, и в края, и как бы ясное дело то, что это, ребята, скажется на игре. Для начала хочу напомнить то, что у нас в игре и так очень много рандома, например, да, плюс-минус 25% пробития, плюс-минус 25% урона, такие вот вещи. И плюс вот этот круг сведения, который, по большому счету, он игровая условность, то есть, он моделирует, скажем так, заменяет, вернее, да, собой раскачивание орудия во время езды. То есть, у танков тех времен, особенно, да, вот там, до девятого уровня, скажем так, включительно, у них еще не было, у большинства стабилизаторов, да, ну, если и были, они были довольно примитивные, и машины, ну, не очень хорошо подходили для стрельбы сходу. Там орудие вверх-вниз летало и немного вправо-влево, то есть, и попасть в кого-то в такой ситуации практически невозможно. У нас в World of Tanks орудие не раскачивается, да, при включении там динамической камеры, но при этом разъезжается вот этот круг, который, как бы, ну, вот, заменяет собой вот эту раскачку, чтобы ты не мог стрелять сходу. Вот и все, да, то есть, это, еще раз говорю, это просто игровая условность. И ситуации, когда даже полностью остановившись, ты сводишься полностью, даже на каком-нибудь точном танке, там, ну, Леопард, например, да, возьмем, ты все равно будешь мазать. Потому что у нас даже танки с точностью, там, 0.3, 0.28, там, со всеми братствами и всем прочим, они все равно на максимальной дистанции, да, там, ну, даже не на максимальной, на 500 метров, там, даже на 450, уже не дают 100% попадания даже в танк. Потому что круг разброса, он больше, чем танк вражеский. И сейчас, когда у нас вероятность того, что снаряд пойдет ближе к центру, она выше, чем вероятность, что снаряд полетит в край, вы будете чаще всего в таких ситуациях попадать. То есть, вы встали на позицию, видите, что, ну, допустим, танк занимает процентов, это, к 70 вашего круга. И вы начинаете по нему работать, и примерно там, да, вот, как раз-таки процентов 70 ваших снарядов, и вы попадаете нормально все. Даже, может быть, чуть чаще. Даже, да, действительно чаще получается. Потому что в центр чаще летят снаряды. Сейчас же, да, с новой системой такого не будет. То есть, в той же самой ситуации, когда вы выезжаете на, там, 500 метров, да, сводитесь и стреляете, у вас теряется вот эта вот фишка, то, что снаряды чаще летят в центр. У вас все летит практически равномерно по всему кругу. И вы мазать будете чаще. Просто тупо не можете попасть по противнику. Ну, или хорошо, кто-то скажет, ну, не надо стрелять на 500 метров, подъезжай ближе. Ну, во-первых, у нас есть танки в игре, которые предназначены именно для стрельбы на такие дистанции. Во-вторых, даже если мы подъедем ближе, всегда придется выцеливать слабые зоны уже у танков. И то же самое получается, да, то, что ваш круг сведения, он больше, чем командирская башенка. И вы все равно будете мазать. И единственное, что даст изменение такой точности, это то, что вы чаще будете мазать. Вот и все. Да, конечно, при таком раскладе стрельба, например, с вертухана, да, она будет гораздо менее эффективна, чем сейчас. То есть, если стрельба с полного сведения, она станет, ну, на какой-то процент менее точной, да, такой, ну, может быть, процентов там, так, на скидку на 30, да, где-то так. Может быть, на 20, то стрельба без сведухи, конечно, вообще станет практически неэффективной. Потому что шансов, что снаряд полетит в центр, когда вы едете и у вас круг разброса на полэкрана, ну, он минимальный, скажем так. Но все равно, во-первых, будут иногда попадать все равно, потому что шанс все равно есть туда попасть. Во-вторых, как бы, конечно, стрельба с вертухана это вещь, которая довольно сильно раздражает в игре. Но, как по мне, да, тут такая неоднозначная ситуация. Вот, в принципе, говорю, поменять механику разброса снарядов внутри круга сведения, это идея, еще раз говорю, не самая плохая для искоренения именно вот вертух. Но, с другой стороны, вот как по мне, если уж вы вводите такую штуку, то надо тогда сделать танкам конечную точность лучше. То есть, чтобы минимальный круг сведения при полной остановке, да, он был меньше. Чтобы, да, без сведения ты теперь не попадаешь, но зато полностью сводясь, ты будешь попадать нормально. То есть, вот эта вот новая механика разброса, когда часть снарядов, да, большая будет лететь в края, она, как бы, будет нивелироваться, да, взаимоуничтожаться, скажем так, с меньшим кругом сведения. Вот тогда бы, возможно, это было логично. То есть, что я имею в виду, например, вот было у танка, там, точность 0.46, да, у ИСа. Да, это ему там 0.42, 0.41, 0.40, там, где-то 0.4, вот так вот. Было 0.3, сделай 0.24, 0.22 точность. Но при этом, еще раз говорю, чтобы ее реализовать, тебе надо полностью сводиться. Вот тогда будет в этом смысл какой-то. А сейчас, если мы так сделаем, мне кажется, это только подорвет, потому что вы только будете чаще промахиваться, и у вас снаряды постоянно будут пинг в край, пинг в край, пинг в край. Ты стреляешь, стреляешь, и стреляешь, и стреляешь, и стреляешь со второй линии, и ни хера ни в кого попасть не можешь. Как бы, да даже с первой линии, там, говорю, выцеливаешь эту долбанную командирскую башенку, там, какому-нибудь тортоизу, да, уже шестой раз, и не можешь попасть туда. То есть, как бы, это тоже будет бесить, и тут очень спорная, неоднозначная ситуация. Видите, когда такое большое количество игровых условностей, да, присутствует в игре, то надо думать, да, по этому поводу, как это может повлиять. Потому что мне кажется, то, что, ну, далеко не только будет, как бы, положительный эффект, но, еще раз говорю, добавится отрицательный. Потому что, ну, кому из нас нравится, когда вы мажете постоянно. А такое будет происходить гораздо чаще, чем сейчас. Поэтому я бы на месте Wargaming, конечно, подумал на эту тему, ибо это может, говорю, вызвать, ну, скажем так, негатива, да, и подгораний гораздо больше, чем даже вот та точность, которая есть сейчас в игре. С ее, там, вертухами. На этом все, спасибо за внимание, пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, если вы со мной согласны, подписывайтесь на канал. Всем до скорого, всем пока.